Лошадь издавна считалась благородным животным, а занятие конным спортом всегда требовало от человека особого мастерства. Умение оседлать коня, стать лошадью единым целым дано не каждому спортсмену. Однако в современной российской истории множество примеров профессиональных наездников, которые достигли в этом виде спорта своего Олимпа. В Ульяновской области уже на протяжении 40 лет свою спортивно-массовую работу ведет отдел конного спорта Дворца творчества детей и молодежи. С юбилеем коллектив и воспитанников учреждения поздравил глава региона Алексей Русских. У фоно-спортивного Ульяновского спорта очень интересная история. И я бы хотел, чтобы эта история была продолжена новыми достижениями наших ульяновских спортсменов. Я уверен, что так и будет буквально. Наши три недели назад будет решение о передаче ульяновского и потом у республиканцев. По словам Дворца творчества детей и молодежи Татьяны Галушкиной, отдел не ставит перед собой только спортивные задачи. Учреждение сотрудничает и с детскими домами, организует экскурсии, проводит занятия по адаптивной езде на лошадях для детей-инвалидов. У нас есть воспитанники, которые достигают очень хороших результатов. И на межрегиональных соревнованиях в Саратове, у нас в Ундорах занимают призовые места. В Москве наши девочки тоже стоят на пьедестале. За последние несколько лет при поддержке спонсоров были построены два поля. Конкурсное для организации спортивных соревнований с препятствиями и манез для выездки. Благодаря спонсорам нам создали новую инфраструктуру. Это поля конкурные и выездковые и летние денники, которые позволят нам проводить в дальнейшем соревнования. Занятия в отделе конного спорта совершенно бесплатны. Достаточно записаться на спортивную программу через единый портал «Навигатор дополнительного образования». Максим Писарев, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.